На этой неделе хозяйство республики планирует завершить уборочные работы. Как обстоят дела на полях Алатарского района в нашем следующем репортаже. На полях филиала НДН Агро идет сев азимой пшеницы. Параллельно работают 8 зерноуборочных комбайнов. Уже успели убрать рожь, яровую пшеницу. Радует урожайность пшеницы 25 сантиметров с гектара, рассказывает директор филиала Геннадий Костин. Ждут в своей очереди рапс и подсолнечник. Покупателей больше, особенно на москвичной культуре. Сейчас большой спрос на рапс, на подсолнечник. Цена где-то на рапс в половину увеличилась, а подсолнечник пока на уровне прошлого года весны. Осенью в том году подсолнечник был порядка 15 рублей, сейчас уже 22,50 дают за килограмм. В этом году в хозяйстве площадь посевных увеличилась на 17%. В следующем году планируют ввести в оборот дополнительно 1000 гектаров. Михаил Игнатьев обсудил с аграриями вопросы субсидирования сельскохозяйственных кредитов, повышение цен на сушку зерна и производимую продукцию. В Республиканском противотуберкулезном санатории Чуварлейский бор Михаил Игнатьев осмотрел условия, в которых проживают дети, получающие комплексное лечение. Ежегодно здесь лечится около 400 детей, в том числе по системе «Мать-дитя». Дети находятся в основном из ступ-контакта, из ступ-очеков. Питание в санатории шестиразовое, высокобелковое. То есть мы обязательно даем мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты, овощи. Кроме того, на фоне этого высокобелкового питания проводится химиопрофилактика препаратами, которыми лечится туберкулез. Санаторий работает с 2008 года. Сейчас в Республике в потребность в противотуберкулезном лечении детей полностью удовлетворена. Положительный эффект достигается благодаря комплексной специфической терапии, длительному пребыванию на свежем воздухе, усиленному питанию, активному двигательному режиму. Михаил Игнатьев отметил, что в санатории можно обустроить дополнительные спортивные площадки, чтобы дети могли заниматься физкультурой в свободное время. Татьяна Молокова, Республика.